Сборы проходят сейчас в новом формате. Мы очень много внимания уделяем расстанцовке тела, то есть первые два блока были направлены на это. Третий блок обещает быть тяжелым. Будет силовая подготовка, будем стараться. Надо готовиться. Открытый сбор такого формата для нас самый оптимальный вариант и самый правильный вариант для нашего развития, так как собираются ребята разного уровня и уровня выше нас. Мы развиваемся не только телом, но и во всех других направлениях. Нам интересней заводить знакомство. От этого также растет наш кругозор. Сборы в этом году проходят четыре блока, то есть сборы поделены на части. Это уже третий блок, самый жаркий. Работаем много, трудимся. Я надеюсь, что к концу последнего дня мы будем так же бодры и веселы, как и сегодня. В таком формате сборы я провожу уже лет 5-6 без выезда на природу, как это практикуют другие клубы. У нас в городе свои очень хорошие большие залы. У нас проходят трое сборов в конце июля, в начале августа и в конце августа. Эта система позволяет тем детям, которые занимаются серьезно спортом, все лето тренироваться, причем не сохранять форму, а очень активно двигаться вперед в своем развитии и обгонять своих конкурентов. Концепция этих летних сборов «Инсайт» к нам пришла, наверное, зимой, идея, как провести эти сборы летом. Идея была в том, что хотелось бы, чтобы ребята почувствовали новое направление в танцевальной хореографии, новые ощущения. Когда с нами еще наши педагоги Денис Евгеньевич и Галина Львовна, когда такое разностороннее развитие, когда есть и йога, и различные направления других танцев, и хореография, и обе программы, и очень много времени для самостоятельной практики. Я считаю, что это идеальный формат, чтобы войти в форму и растанцевать себя для очень хорошего уровня. Для нас действительно это первый опыт включения в программу сборов разных направлений, для меня, как для руководителя клуба, в первую очередь, это важно двумя моментами. Первый – это повышается интерес танцоров к тренировочному процессу, потому что разбавляется вот эта рутина, стандарт латино-хореография, стандарт латино-хореография какими-то необычными движениями. И второй момент – всегда, когда сравниваешь танцоров, бальников и те, которые танцуют современные танцы, те дети, которые танцуют современные танцы, они более раскрепещены, больше могут импровизировать и лучше владеют своим телом, как это ни странно. Это на самом деле очень помогает, потому что когда ты постоянно погружен в латиноамериканскую апельскую программу, то ты циклишься все время на одном, и когда ты это все мешаешь с каким-нибудь тайбо, йогой и все это прочее, то ты как-то расслабляешься, то есть у тебя мозг думает о другом, и тебе гораздо проще вернуться в свою программу. Нагружает очень сильно, но и успеваем тоже расслабляться в конце дня. Утром у нас, получается, идет хореография, когда мы, можно сказать, просыпаемся, потом идет уже хип-хоп, это достаточно силовая часть, или тайбо, и потом уже идут основные танцы, в конце мы уже немножко релаксируем на йоге. Идея возникла провести сборы Санкт-Петербург плюс Петрозаводск, потому что нужен обмен опыта, раз, нужно смешание возрастов, два, популяризация обоих коллективов, чтобы они друг о друге знали. И некоторые другие клубы у нас, получается, по факту, на сборах «Инсайт», данная студия «Кихтенка» Петрозаводск и танцевальный клуб «Степ». Всегда приветствуем те пары и тех тренеров, которые готовы и хотят развиваться, которые готовы перенимать наш опыт, брать информацию и расти вместе с нашими парами. Поэтому мы с удовольствием примем на сборы, любую пару из любого клуба. Главное желание, главное желание расти и развиваться. Ребятам хочу пожелать из других клубов, чтобы они к нам приходили, мы очень рады будем их видеть, потому что все ребята у нас дружные, и тренерский состав тоже очень хорошо, всегда позитивно ко всем настроен. Чем больше народу, тем веселее, и, соответственно, больше конкуренции, это всегда развивает и двигает нас дальше и выше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова